Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 12 главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. В предыдущих главах речь шла о Евхаристии и о отношениях между членами общины внутри Церкви, внутри собрания. И сегодняшняя глава продолжает эту тему, что Церковь делает Церковью, то есть телом Христа, участие в Вечере Господней, братской любовь, но прежде всего общение в Духе, присутствие Святого Духа. Поэтому 12 глава является центральным пониманием роли Святого Духа в Церкви, как это учит апостол Павел. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». В этих вступительных словах апостол Павел напоминает своим ученикам, которые в прошлом были язычниками и ходили в языческие храмы, и поклонялись безгласным идолам, немым идолам. Отныне, став христианами, они получают дар Святого Духа. И для того, чтобы верить в Иисуса Христа и чтобы исповедовать эту веру, нужно обладать голосом. И через наши уста Дух Святой исповедует богосыновство Иисуса Христа. И далее апостол Павел возвращается к теме единства общины и подходит с необычной стороны. Он говорит о дарах Святого Духа. Проблема хоринской общины была в том, что они страдали сектантским духом. То есть внутри общины были разделения, были люди более богатые, люди менее богатые, люди более талантливые, люди менее одаренные. И одни превозносились над другими, возникали разделения, и это неизбежно вело к тому, что община просто рассыпалась. И апостол Павел объясняет, как нужно относиться к тем талантам и к тем дарам, которые Святой Дух дает каждому из отдельных членов общины, для того, чтобы община не рассыпалась. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же». Условно говоря, апостол Павел поднимает тему единства в многообразии. Понимаете, что все вы различны между собой, и поэтому у вас разные таланты. Но источник един — это Дух Божий дает эти таланты. Это означает, что не нужно превозноситься, и твой талант не должен служить источником самопревозношения или изоляции. Точно так же служение. Если вы исполняете какие-то функции внутри общины, то помните, что не для того, чтобы выяснять отношения с другими служителями, а понимать, что все служат одному и единому Господу. Все служат не самим себе, а служат Христу. Поэтому он говорит, что служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, то есть функции внутри общины, а Бог один и тот же, производящий все во всех. То есть через наше служение, через ту работу, которую мы выполняем для церкви, фактически Бог служит человечеству, поэтому и сказано «производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Если честно сказать, не совсем понятно, где приходит граница между словом мудрости и словом знания. Действительно, одни внутри общины получают этот талант проповедников, дать важный совет в жизни, преподнести учение неискаженным и так, чтобы оно было услышано. Поэтому одним дается слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному дается вера, тем же Духом. Некоторым дается только вера. В глазах коринфян это как раз наименьший дар. Имеется в виду, тебе не дано ни слова мудрости, ни слова пророчества, ни дар исцелений. Но тебе дана лишь вера, ты можешь только верить. Но для апостола Павла этот дар находится почти в самом начале списка, поэтому это самый почетный дар. Это дар, когда человек способен просто молиться, просто передать себя, предать себя всецело в руки Бога. Это есть дар веры. Иному даются дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов. Нужно себе представлять, что когда проповедовалось Евангелие, то очень часто это сопровождалось чудесами, как некий знак, подтверждающий подлинность евангельского благовестия. Проповедник или кто-то, кто ему помогал, возлагал руки, например, на болящих, и в этот момент совершались исцеления. Поэтому говорится о даре исцелений, которые совершались во время богослужения по молитве всей общины, дар чудотворения, потому что совершались эти чудеса. Кто-то начинал пророчествовать, и пророчество это означало свидетельство о том, как Бог действует в твоей жизни или действует в жизни других людей, твоих братьев. Иногда человек сам не видит, как Бог действует в твоей жизни, поэтому нужен рядом брат, который обладает этим даром пророчества, для того, чтобы это раскрыть. Дар развлечения, очень интересный дар, это то, что сегодня называется духовным отцовством или духовным сопровождением, потому что есть люди, у которых есть некий дар чуткости, который позволяет различить в жизни, в мыслях другого человека, что же происходит для того, чтобы все расставить на свои места, для того, чтобы показать, что от Бога, что не от Бога, и где же выход из сложившегося положения. Это такие гиды, которые сопровождают по жизни, дар развлечения духов. Дальше в следующих главах Первого послания Коринфянам мы увидим, что будет разговор о ангельских языках, о гласололии. Поэтому разные языки – это вот те ангельские языки, когда человек начинает вещать на каком-то непонятном языке, потому что он говорит о вещах почти что неизреченных, и поэтому их невозможно передать человеческим языком. И надо сказать, что коринфяны именно этот дар ценили больше всего. Если вдруг кто-то начинал говорить на таком невнятном языке, невнятно пророчествовать, все понимали, что он пребывает в состоянии транса, он общается с большинством, точно так же, как в языческом мире пифии пользовались особой популярностью. Но апостол Павел говорит, что если у вас вообще не есть такой чревовещатель, то обязательно должен быть кто-то, кто будет истолковывать, для того, чтобы эта весть, это пророчество было изложено доступным языком для всех, чтобы оно было услышано членами общины, и только в таком случае оно будет на пользу. Итак, дары различны, но все производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему, духу, это будет угодно. И от того, что источник даров един, это Святой Дух, то поэтому между христианами тоже должно быть единство в этом широком многообразии. И здесь апостол Павел вводит понятие «тело». Дальше мы увидим, что понимает апостол Павел, употребляя слово «тело», а затем, что он понимает под словом «крещение». «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Что такое тело? Тело — это совокупность отдельных членов, органов, которые каждые по отдельности выполняют свою функцию, они могут быть очень различны, но как некое целое они образуют вот это тело. И поэтому очень важно, чтобы между ними было согласие и было внутреннее единство. Если отдельный орган вынуть из тела, то уже тело перестает быть телом. Если вынуть все органы и оставить только один орган, то тоже тело перестает быть. Точно так же, если происходит дисфункция, и органы части тела начинают жить несогласованной жизнью, а тем более вопреки друг к другу, понятно, тело погибает и рассыпается, оно перестает быть телом. И дальше апостол Павел — это слово «тело», «корпус» применяет ко Христу. И, конечно, здесь мы понимаем, что речь идет о церкви. Здесь дается самое потрясающее определение церкви, между строк. Что есть церковь? Церковь — это тело Христа, это Христос. Христос как некая целая, некая цельность, целокупность. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Что такое крещение? Крещение — это погружение. И каждый из нас был погружен в это единое целое и стал частью этого тела. Вот что такое крещение. Наше погружение в тело Христово. В других посланиях апостол Павел употребляет образ привитой почки к стволу. Те же самые живительные соки соединяют ствол с этой привитой ветвью. Точно так же Святой Дух соединяет их воедино. Это как живительные соки, которые соединяют отдельные части и напоевают, наполняют, утоляют жажду каждого из них. Тело же не из одного члена, но из многих. То есть, оказавшись в церкви, в семье или в общине, не нужно думать, что ты один, или ты самый главный, или все вокруг тебя. Это такое же безумие, как думать, что, допустим, все тело вокруг головы или вокруг сердца. Нет. Понятно, что апостол Павел здесь иронизирует над поведением некоторых членов коринфской общины, которые превозносят себя над другими собратьями и говорят, что церковь — это я, а все остальные — лишь только некий довесок. И поэтому точно так же, как если бы отдельные органы тела говорили, поскольку я не нога, то означает ли, что я не являюсь частью этой общины, этого целого? Если же все тело — глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Точно так же, как Святой Дух дает дарование, как Ему было угодно. Поэтому мы все различны, потому что так было угодно Богу, для того, чтобы через это многообразие явить единство. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Если бы церковь была неким тоталитарным устройством, сектой, она бы перестала быть церковью. Вот есть вот этот образ такого безумного единства, которое является тоталитаризмом. Тайна и богатство Церкви именно в ее многообразии и внутреннем духовном единстве. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна» или также голова ногам «вы мне больше не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Опять же, апостол Павел здесь намекает на психологию неких коринфян, которые считают, что есть более сильные и есть слабые. Есть люди, которые способны вещать ангельскими языками, и есть люди, у которых только вера. И это точно так же, как думать, что внутри тела есть органы более благородные и менее благородные. И, конечно, что является менее благородным, это те органы, которые не употребляются в пищу, например, внутренности некоторые, или те органы, которые в нижней части тела, которые мы покрываем одеждами, потому что считается это унизительным. Но именно эти слабейшие органы, например, органы пищеварения, которые не употребляются в пищу, они нуждаются в большей заботе, и они должны быть положены в центр общины, ибо о них нужно заботиться более всего и более других органов их защищать. Которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение». То есть те, кому сильные относятся с презрением, апостол Павел говорит, что все наоборот, именно о них нужно заботиться и любить их больше, чем других. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Точно так же, как предыдущая глава закончилась приглашением «ждите друг друга». Здесь синонимом является выражение «заботьтесь друг о друге». «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ними радуются все члены». Для того, чтобы понять истинность этого высказывания, вы прекрасно знаете, если у вас болит зуб, то мы не говорим, что болит зуб, а у нас все болит. Точно так же, как любой другой член, если страдает, то страдает все тело, и точно так же в семье, точно так же в общине. Потому что семья, общность, есть некое целое, где каждый связан со всеми другими. И завершается глава словами об особых дарах. «Вы — тело Христово, а порознь — члены». И апостол Павел перечисляет некую иерархию служений и даров в церкви. Иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Фактически апостол Павел повторяет некоторые дары Святого Духа, которые мы видели в начале, дар пророчества, дар апостольства, то есть людей, которые брали на себя ответственность за общину как целое. И главное служение апостолов — это увещевать, исцелять общину от внутренних разделений, быть таким источником авторитета и быть источником и моделью для подражания, как для апостола Павла был Христос. «Но все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, ангельскими языками, все ли толкователи?» И ответ, конечно, нет. Нет, не все начальники, не все подчиненные, не все чудотворцы, не все чревовещатели, не все толкователи, но есть некий другой дар, которому апостол Павел приглашает своих читателей ревновать. «Ревнуйте о дарах больше!» И этому будет посвящена следующая глава. На портале «Экзогет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...